Для того, чтобы завести кошелек в биткоин, я рекомендую тебе использовать сервис blockchain.info. Почему? Это самый простой сервис для управления биткоин кошельком. Пока я буду тебе о нем немножко рассказывать, ты вот обрати внимание на эту часть экрана. Это транзакции с биткоином в текущем времени. То есть в текущий момент все транзакции, которые совершаются, я тебе буду рассказывать, ты просто вот сюда смотри. То есть насколько популярна данная платежная система, вообще данное платежное средство. Потому что назвать биткоин платежной системой, честно говоря, даже язык иногда не поворачивается. Насколько это классное изобретение. Так вот, почему blockchain.info? Потому что это очень простой сервис по управлению биткоин кошельком. Он позволяет быть анонимным. Как правило, для того, чтобы вообще получить этот биткоин кошелек, достаточно просто иметь в наличии email адрес. Желательно Gmail, потому что мало ли вдруг что, где-то может не дойти письмо. Поэтому gmail.com лучшее решение для вообще любых сервисов и так далее. Есть аналоги. Есть кошелек, называется Xapo. Там вообще без комиссии производятся переводы. Но почему я бы не рекомендовал активно им пользоваться? Так как комиссия там отсутствует, то платежи проходят очень-очень долго. И если тебе срочно надо какой-то платеж сделать, и ты будешь ждать подтверждений 4-5 часов, 10 часов, сутки, это очень-очень долго. За это время может резко измениться курс самого биткоина, как в плюс, так и в минус. Поэтому неизвестно, выиграешь ты от этого или проиграешь. Блокчейн предлагает оплачивать небольшую комиссию. Размер этой комиссии действительно небольшой. И измеряется он опять-таки в Сатоши, это доля от биткоина. Значит, в зависимости от загрузки самой сети, вот эти подтверждения стоят по-разному. В среднем, сейчас где-то там, если переводить, допустим, в эквиваленте долларов 100, то называется там 10-20 центов максимум. То есть вполне нормальные, адекватные деньги. Соответственно, когда переводишь меньшие суммы, то комиссия приблизительно такая же. Поэтому просто учти это. И так как здесь, грубо говоря, подтверждающие получают вознаграждение за то, что они быстрее обрабатывают информацию, то подтверждение здесь происходит очень-очень быстро. Итак, в этом уроке я тебе расскажу, как зарегистрировать здесь кошелек. Значит, заходишь на сайт blockchain.info, нажимаешь кошелек, нажимаешь создать бесплатный кошелек биткоин. Вводишь email адрес, на который ты хочешь зарегистрировать кошелек. Вводишь пароль. Пароль рекомендую, очень настоятельно рекомендую использовать сервисы онлайн генератора паролей. Устанавливаешь сложность пароля. Как пример, онлайн паспорт генератор.ру. Устанавливаешь длину пароля. Здесь можно какие-то спецсимволы. Нажимаешь создать пароль. Он тебе предлагает на выбор 10 вариантов. Копируешь любой понравившийся. И вставляешь уже непосредственно при создании кошелька этот пароль. Дальше ставишь отметку, я прочитал и согласен с правилами. Нажимаешь продолжить. Все, как видишь, ты уже зарегистрировался. И тут о чем хотел бы сейчас тебе сказать. Значит, вот здесь, если нажмешь на кнопку получить, здесь будет указан твой биткоин кошелек. Вот это он и есть. То есть, он уже создан. Ты его можешь таким образом скопировать, нажав на эту кнопку. Либо просто выделить и скопировать. Все, это и есть твой биткоин кошелек. На следующем уроке я проведу небольшую экскурсию по личному кабинету Blockchain.info. А также расскажу о безопасности, которую тебе нужно настроить для того, чтобы сохранить свои биткоины в сохранности. Ну и все, наверное. С тобой был Алексей Барышев. Всего тебе доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok